С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте, понедельник. Последний в январе, но впереди у нас еще много интересных встреч. И поэтому хотелось бы все охватить, потому что события вокруг нас происходят, происходят события мировые, события, которые трогают нас, волнуют нас. Одно из событий, которое отмечает Организация Объединенных Наций, это День Холокоста, это когда люди приходят в зал, люди, которые собираются у себя дома, вспоминают людей, своих близких, погибших, переживших Холокост. Все это вместе взятое, конечно, волнует и заставляет нас думать о будущем, потому что только зная прошлое, как сказал один из философов, можно будет избежать подобного в будущем. И наоборот, он говорил о том, что тот, кто забывает прошлое, обречен пережить его вновь. Мы, естественно, не хотим пережить его вновь, но мы издаем книги, мы пишем, мы рассказываем, мы вспоминаем, мы собираемся и пытаемся анализировать, для чего, как получилось, как такое могло случилось. Холокост, Сталинские репрессии, все эти вместе взятые события, одни их подводят на одну платформу и говорят, что это примерно одного уровня трагедии, другие говорят, что это разные. Дело не в этом. Главное, что есть люди, которые стараются эти события сделать достоянием известным как можно большему количеству людей. Есть семья, которую я вас уже знакомил, два раза она представитель этой семьи, Людмила Прахина была у нас в студии. Это уникальная семья, я преклоняю перед ней голову. Людмила Прахина и ее сыновья, это семья, семья, которая решила сделать фонд в память своего мужа, отца. И этот фонд, я думаю, что это один из самых уникальных фондов, который есть в нашей русской комьюнити. Это фонд, который посвящен именно тому, чтобы произведения, написанные на тему Холокоста и Сталинских репрессий, узнало как можно больше людей. Чтобы эти произведения прочитались, были выбраны лауреаты, а главное, чтобы люди обратили на них внимание. Людмила Прахина сегодня у нас в гостях и с ней вместе лауреаты премии 2011 года. Давид Зильберман и Анастасия Мельникова. Ну, сейчас первая часть передачи будет Давид Зильберман, а в следующей половине передачи будет Анастасия Мельникова. Но Людмила Прахина, это Людмила Прахина. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте. Я восхищен вами, я восхищен вашей семьей. Я хочу вам сказать огромное-огромное спасибо. Потому что, ну, я не знаю других семей, такую другую семью, которая бы подняла такой вот камень с души и постаралась его рассказать людям и подать им. Ведь то, что я вчера видел, вчера у вас было событие, я специально приехал, хотя вчера были у меня передачи новостей, я постарался приехать на ваше ежегодное, как бы, да, ежегодное такое событие и посмотреть, действительно ли люди есть. Действительно, как это имеет резонанс? Зал был полон. Зал музея Холокоста в Нью-Йорке был полон. Есть вопросы, которые у меня возникли. И кое-что меня удивило. Но я хочу вам сказать, что... Скажите, пожалуйста, сколько книг поступило для участия в конкурсе Прахин Фаундейшн? Интересный вопрос. Во-первых, я хочу сказать вам большое спасибо, что вы так отметили такой скромный мой труд. И хочу сказать всем, кто присутствовал вчера в этом зале, в музее Холокоста еврейского наследия, огромное спасибо за поддержку. Если бы не вы, дорогие друзья, ну, наверное, не нужно было бы делать то, что наша семья делает. А видя ваши лица и ваше такое прямое участие в этом, я поняла, что вот сколько будет возможностей, буду заниматься этим вопросом и, естественно, моя семья. Спасибо. Я хочу сказать сразу же, чтобы наши зрители знали, сегодня я вам немного дам говорить, но есть у меня как бы идея. Я поговорил с вашими сыновьями вчера, и мы договорились, что вы вместе с вашими сыновьями будете гостями передачи «Контакт по понедельникам», и тогда мы поговорим и о вашей семье, и о вашем фонде. А сегодня мы больше будем говорить о ваших лауреатах. О, у нас телефон, кто-то не выключил телефон, поэтому, Давид, я попрошу вас сначала выключить телефон и убрать его, просто выключить, да, чтобы он нам не мешал больше в нашей передаче. И познакомлю вас, Давид Зильберман, лауреат литературной премии «Прахин Фондейшн», а что собой представляет эта премия и что собой представляет эта книга, это у меня в руках. Вот, пожалуйста, смотрите, книга, эта книга. Сколько книг у вас есть, Давид? Я в жизни написал пять книг. Всего? Молодцом. Как давно вы приехали в Америку? Так, значит, смотрите, возьмите телефон, пожалуйста, и выключите его намертво, навсегда. Просто выключите его, подержите, выключите, потому что он нам... О, спасибо большое, он нам не даст жить. Теперь он нам даст жить. Я понимаю, вы автор популярного бедселлера, и вам звонят, звонят много звонков и много людей, хотят с вами поговорить. Это прекрасно. Итак, пять книг. Когда вы приехали в Америку? В Америку я приехал в 77-м году, но покинул я Ригу, Латвию, откуда я родом и где я жил, в 71-м году. Я шесть лет жил в Израиле. Понятно. А о чем книги? Пять книг? Потому что у меня на столе только две, а где еще три затеряются? Некоторые в час процессе, в печатании, в рукописях. О чем? Большинство книг о Холокосте. Все книги почти о Холокосте. Почему? Почему «Холокосте»? Это так... Вы сами пережили это? Я чудом избежал Холокост. За день мы успели убежать. На другой день в нашем городке Прейли, откуда я родом, уже были немцы. Но, по-видимому, близкие пострадали, пережили, погибли, да? Наша семья была единственной, которая успела убежать. Все остальные не верили, что это может случиться. Полагали, что... А ваша семья верила, что это может случиться? Моя мать верила, что это может случиться. Она пережила Первую мировую войну, и она была под оккупацией немцев. И она спорила с отцом, что вы с ума сошли, это культурная нация. Так говорил отец. Мать говорила. А мама говорила. А отец боялся. Он прятал коммунистов, он был как-то более левонастроенным. Но самое главное, мой отец был грамотный политически. Он слушал передачи, радио. И уже в польских гетто, в это время уже была война, в 1939 году. То есть у него уже была какая-то информация. Немцы проводили кастрацию мужчин и стерилизацию молодых женщин. И этого он больше всего боялся. А по головному уничтожению от мала до велика еще никто не мог себе представить. И кроме того, большинство думали, что это такая заварушка, скоро это кончится. И думали, что Красная Армия такая сильная, и что это просто какой-то пограничный конфликт. Вот такое было настроение у людей. А мой отец настоял, и мы убежали на двух подводах, на двух лошадях. Понятно. Вот у нас есть несколько фотографий. Начиная с номера шестой, мы сейчас попросим фотографии показать. Шестой номер фотографии. Это вот имеет отношение как бы к вашей книге. И, пожалуйста, мы немножко посмотрим. Скажите, пожалуйста, это человек, о котором вы пишете книгу? Да. Что это за человек? Это Иоанн Слипки. Это уникальный человек в Латвии. Единственный, который в таком объеме, в таком масштабе, он спас более 50 евреев во время нацистской оккупации Риги. Что значит спас? Он их спрятал? Он их выводил из гетто. Он устраивал им побеги из концлагерей. Что правило им? Почему он это делал? Сочувствия морали, совести. У него не было никаких материальных побуждений или каких-то других коростей, кроме как сочувствия. У него были там некоторые друзья евреи. Он был неравнодушен к человеческим страданиям. Он понимал, наверняка, с чем он рискует. Он рискует своей головой. Следующая фотография. Покажите на вас. Следующая. Это вот книга, которая у меня в руках. Это книга о нем. И вот на экране, чтобы было лучше видно. Это он, да? Это он, да. Это во время войны. Это фотография 42-го года. Like a star in the darkness. Как вы это переведете? Как она по-русски звучит? По-русски звучит, подобно звезде во мраке. Когда был полный мрак, он был звездой. Скажите, как много людей было подобных ему? Один, два? Он организовал большую группу людей вокруг себя, помощников, которые, он их убедил латышей помогать евреям. И он организовал целую сеть бункеров, хуторов, где он прятал, куда он приводил людей. Покажите нам следующую фотографию, пожалуйста. Это он. Я понимаю, так, справа, да? Это он. Справа – это он, а посредине – это один из его спасенных. Это Абрам Липхен. А слева – это был молодым парнем лет 16 во время войны. Это сын хозяев, куда они прятали, где они прятали. Это в районе Добыл, это в Курляндии. Понятно. Скажите, пожалуйста, эти люди, эти люди каким-то образом потом после войны помнили этого человека? Они благодарили его? Я знаю, поддерживали его? Они встречали, поддерживали. И ежегодные были. Два раза в году это были традиционные встречи. Летом – это Янидин, это Иванов день, это его день. И по дружбу мы все собирались, и подарки приносили, отмечали в дружеской обстановке. Вы говорите, мы собирались. А вы какое отношение? Вы же уехали. Я просто… Обо мне это отдельный разговор. Когда я приехал в Ригу, я присоединился к группе евреев, которые сопротивлялись вот этой антисемитской советской политике, умалчивания евреев, это искажать правду о Холокосте. Тогда еще не было этого слова «Холокост». Мы понимали, катастрофу мы это называли. И мы решили собирать правдивые документальные материалы. Это какой год? В каком году это было? Это было примерно 60-й год, 61-й год. Начиналось в 60-х годах, начало в 60-х годах. И эти материалы собраны в 60-х годах. Скажите, Людмила, скажите, пожалуйста, книг много, вы сказали, да? Да. Здесь не много. Почему вы остановились на этой книге? Вы знаете... И как? У вас есть совет, есть директорат, который решает, как бы у вас есть комиссия. Как это все происходит? Безусловно, у нас есть комитет в нашем фоне, который решает. Ну, я, конечно, тоже вхожу. Имейте право голоса, да. Я понимаю. Почему вы остановились на этой книге? Вы знаете, в прошлые годы мы выбирали книги людей, которые сами пережили холокост, сталинская репрессия или холокост и сталинская репрессия. В этом году мы захотели отметить человека, не еврея, но который спасал евреев. И мы считаем, что это просто, ну, это исключительно. Литки человека, простите, пожалуйста, но насколько я понимаю, Давид Жильберман, он еврей. Да, да, да. Но он написал, да, я извиняюсь, он написал о латыше, о латышской организации, которые просто ходили все время под сенью смерти, чтобы спасать евреев. О человеке, который вошел в праведнике мира, чье имя записано в музее Едвашема в Иерусалиме. Да, но вот... И я считаю, что Давид Сильберман поднял просто очень интересный пласт. Особенно сейчас, да, Давид? Особенно сейчас, когда в Прибалтике различные поднимаются группы, которые как бы делают ревизию вообще всей этой войны и отношения тех же самых еврейских партизанских отрядов, когда судят герои Советского Союза и так далее, и так далее. Даже больше мне ответить на это. Да, Павел, пожалуйста. Можно сказать немножко, на чем озадовленный. Каждая литературная работа имеет какой-то срок жизни. Газеты имеют, скажем, один день, журнал, неделю, некоторые книги там 10-20 лет. Удивительно, что вот те материалы, которые я собрал в 60-м году, прошло где-то 40 лет, когда я их обработал и привел в виде книги, вдруг необычно получили огромный интерес в Латвии. Меня разыскали из Латвии, правительство Латвии попросило, чтобы я написал об этом человеке. Это через 40 лет. Чем вы объясняете это? Я объясняю это тем, что эта тема, ну, Библия – вечная книга. А эта книга, наверное, наша история тоже. Вот этот Холокост и вот эта тема должна жить века. Ну, мы просто видим из событий последних, что все эти исторические факты надо помнить, иначе можно опять влезть в такую же самую катастрофу. Дело в том, что я записывал документально, это со слов очевидцев. У меня не было тогда магнитофона, той техники, но у меня была скоропись. Я был студентом и очень быстро записывал. Вот, я хотел сказать, вы же были молодой человек. Почему вас это волновало? У вас что, не было чем заниматься? Нет, спасибо. Меня это очень волновало, потому что меня это потрясло. Когда я вернулся в наш городишко, там все наши близкие погибли. Я молодой человек, но я не мог себе дать в полном объеме такой отчет, почему именно. Вот вы выбрали евреев, мы жили там веками в этих городишках, и вдруг ни с того ни с сего одичал мир и те же соседи. Окей, мы дадим еще пару слов нашим телезрителям, поэтому, пожалуйста, на экране номер телефона. И, пожалуйста, уважаемые телезрители, звоните, задавайте вопросы и участвуйте в передаче. Сейчас на экране будет ваш номер телефона. Пару фотографий. Вот, пожалуйста, следующую фотографию, 10-ую. Покажите, пожалуйста, нам. Это Яд Вашем, это Израиль, да? Это 77-й год. Жан Липке имел возможность, он навещал своего сына в Австралии, по пути домой ему сделали, значит, остановку в Израиле, и там ему вручили эту премию праведника мира. И вот эта сцена, это библиотеки Яд Вашема, после вручения этой премии собрались близкие, там, сын есть один из спасенных, там, это все из Рижани, в основном, это все, которые его знали. Понятно. И участвовали его. Да, значит, телефон на экране сейчас нам покажут все-таки, я надеюсь, по которому вы можете позвонить в студию. Вот, телефон на экране. И, пожалуйста, покажите нам следующую фотографию. Следующая фотография, очень, мне кажется, знаменательна, вот следующая фотография, если сейчас нам покажут, я надеюсь, что это не мешает, да, телефон пусть будет, это памятник ему. Это героя, давайте назовем его имя. Имя автора памятника. Героя, героя. Героя, это Жан Липке, это памятник поставили ему. Жан Липке. Янис Липке, это по-латышски. Янис Липке. Да, Жан, его звали, так, друзья между собой. И если мы дополнительно еще и еще раз произнесем эту фамилию, говорят в Израиле, говорят, когда имя произносится человека, ему там становится лучше. Я не знаю, или веселее, но, по крайней мере, лучше. И нам приятнее, что мы произносим имя такого человека. Это ему памятник. Его нет сегодня среди живых. Его нет, конечно, нет. Его нет. Он умер в 87-м году. Ну, вот что мне показалось интересным, что, ну, и как бы знаменательным, что вот памятник, который мы видели, да, там как бы половина только камня, который принесли, и этот камень разломился. Значит, во время сооружения этого памятника привезли огромный камень. И когда работали, кусок, была трещина, он откололся. Да, вот следующая фотография, и мы увидим следующий, вот этот вот отломившийся кусок, который поставили теперь на еврейском кладбище. Там основной памятник, это на его могиле, на латышском кладбище. А это на еврейском... Это просто неожиданная идея пришла людям в голову, когда этот камень вдруг разломился, да? Они не знали, что с этим куском сделать. Как интересно, судьба сама как бы подсказала, да? Да, но это вроде сама судьба, может быть. И пришла идея поставить его на еврейском кладбище, и он стоит у входа на центральном, на новом еврейском кладбище, в Шмерли, в Риге. И он символизирует собой как бы его вечную связь с еврейским народом. Понятно. Хорошо, Людмила, скажите, пожалуйста, вот эта книга на английском языке, Like a Star, я понимаю так, что вы перевели специальную, да? Она есть на русском языке. Нет, мы ее сейчас переводим на русский язык. А наоборот, вы писали на английском языке? Я прошу прощения. Или это тайно? Позвольте мне рассказать. Да, пожалуйста. Значит, когда я получил просьбу из Латвии написать о книге, у меня уже было несколько рассказов о нем, вот в этой книге о нем. Вот это, и это? И ты это видел. Там есть несколько рассказов, воспоминаний, свидетелей которых он спас, которых я записал, задокументировал, на основании которых мы послали эти нотариальные свидетельства, и ему присудили звание праведника. Да, так вот, связи с английским языком. Так я написал на русском языке, из этих рассказов, как-то обобщил, и послал в Ригу эти материалы. Там из этих рассказов перевели их на латышский язык. Ну, я, конечно, участвовал, я знаю латышский язык, но не настолько, чтобы писать на нем. И издали ее на латышском языке, это было в пятом году, в 2005 году. Понятно. Эта книга произвела интерес, и латышское правительство захотело иметь ее на английском языке, чтобы можно было представить за рубежом. Вообще, вся эта тема для латвийского правительства была очень важная. Они вступали в Европейский Союз, они хотели выглядеть... Это продолжается и сейчас такой интерес? Или этот интерес после вступления слегка? Это все очень циклично, в зависимости от политической обстановки. Да, понятно. Понимаете? Значит, я как-то писал в одной статье, что отношение к Жанни Сулипке, со временного политического эстаблишмента Латвии, это определяет моральный климат самой Латвии. Отношение властей, он-то очень чувствительный индикатор этого отношения. Да, интересно, очень интересно. И когда я получил этот заказ, и когда меня просили, тогда президентом была Вики Вайра Фрайберга, она была человеком западной ориентации, она выросла в Канаде, и она принесла в Латвию атмосферу демократизации, либерального отношения такого. И очень много она сделала для сближения этнических групп и этих трений между латышскими и этими меньшинствами, в частности, еврейской общиной. И тогда же у меня есть фотография, она нас принимала. Понятно. Давайте послушаем Сергея из города Нью-Йорка. Здравствуйте, Сергей, вы с нами в студии. Здравствуйте, Сережа. Говорите громче, пожалуйста. Я ничего не слышу, простите, пожалуйста, Сергей. Вас совершенно не слышно. Алло, вы меня слышите? Еще громче, пожалуйста. Вы меня слышите? Вот теперь да. Окей, здравствуйте, Сережа из Бруклина, еврей. Так. Это все хорошо, что выходят такие книги об евреях, о тех, кто спасал евреев, что память эта жива. Но меня возмущает немножко другой вопрос, что все общественные, литературные, газетные сообщества и люди, которые принимают это участие, не продвигают все это на государственных уровнях, независимо, где здесь или в других странах. Вот мы только что видели пример Латвии, где на государственном уровне был интерес к этой книге. Когда надо выборы. Только когда выборы. А между выборами ничего не... Политики так и живут от выборов до выборов. Мы просто должны чаще проводить, наверное, выборы. И тогда будут. Потому что мы должны чаще приходить в государство, общественные, литературные... Хорошо, я понятно. Сергей, большое спасибо, понятно. Если будет немножко громче в студии, будет лучше. Скажите, пожалуйста, Людмила, а английский язык обязательно должна была быть книгой? Или может быть на русском языке, на идыше, на иврите? На каких языках? Или вы читаете на всех языках? Нет, на всех языках я не читаю. На английском я хорошо читаю. На русском тоже. На других, к сожалению, нет. То есть есть требования книги, на каком языке она должна быть представлена на конкурс? Ну, требований, конечно, нет, но условия есть. Это должна быть книга или это может быть рукопись? Это может быть и рукопись, но к рассмотрению мы принимаем на английском языке, потому что... Только на английском? На русском вы не принимаете? На русском я не принимаю, потому что для этого нам уже тогда переводить на английский, для того, чтобы американская публика могла прочитать эту книгу. Но если бы еврейский солженицы написал на русском языке, что бы вы делали? Не дали вы ему время? Нет. Не дали? Какие вы строгие. Скажите, пожалуйста, человек, который сейчас слушает вас, написал, рукопись у него есть на русском языке, он должен перевести это сам? Вам не кажется, что это ограничивает? Вот дети могут ему помочь. То есть вы поощряете детей? Это мы поговорим во второй части передачи, когда у нас будут студенты в студии. Скажите, пожалуйста, то есть английский язык, это немножко меня тоже как бы настораживает. А где найти вас? Есть сайт? Да, конечно, есть сайт прахин.org. www.prachin.org. www.prachin.org. Да, и у меня есть... www.prachin.org или www.prachin.org. 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 Когда начинается прием работы? Он уже начался давно. И прислали мне сейчас очень интересных уже 4 книги. Скажите, пожалуйста, 4 книги, они все на английском, я понимаю, тогда? Да, все на английском. Объясните мне, пожалуйста, авторы, это наши русские люди или это американцы уже прослышали про ваш фонд? Это американцы, это наши русские, это абсолютно, присылали даже книгу из Германии, но, к сожалению, на немецком. Понятно. Белла Массачусетс, Белла Массачусетс, здравствуйте, вы с нами в студии. Белла, где вы? Алло. Да, ничего не слышно, я не знаю, в чем дело, но мы ничего не слышим. Почему? Я очень хорошо вам говорю, я вас не слышу. Может быть, попросить оператора сделать это? Ничего не слышно, мы вас, к сожалению, не слышим. Алло, говорите чек-то громче. Я постараюсь громче. О, вот сейчас лучше, спасибо. Да, я, Борис, я вас всегда с удовольствием слушаю. Спасибо вам, большое, большое спасибо, что вы приглашаете таких чудесных людей. Хорошо, а теперь от меня переходим дальше. Спасибо вам большое. Дальше. Большое, мы вас всегда с удовольствием. Хорошо, спасибо, спасибо, Белла. Скажите, у вас есть вопросы к моим гостям? Нет, вопросов нет, просто благодарность. Хорошо, спасибо, я вам тоже очень признателен. Просто у нас время, а гости торопятся, гости торопятся. Спасибо большое, большое спасибо, Белла. Ида, Иллинойс, давайте еще один звонок успеем до перерыва. Ида, Иллинойс, пожалуйста, говорите. Ида, Ида, Иллинойс, вас не слышно, совершенно не слышно. Я прошу прощения. Скажите, пожалуйста, Давид, как бы ваши полчаса истекают, и не столько хотелось бы вас спросить и узнать. Ну, еще бы, вы написали пять книг, это так много. У вас есть планы? Что вы собираетесь делать? Ну, у меня есть планы. Я помогаю издать книги авторов и переводных, относящихся к Холокосту. У нас большие творческие... У вас это у кого? У меня, у моих коллег, с которыми я работаю, есть такой... То есть, у вас это какая-то группа, вы любите групповые, как бы, творческие процессы? Я спонсор... Только имейте микрофон, пожалуйста. Я помогаю издавать эти книги, и мы их издаем через московский, московский Холокост. Потому что я, когда был в Советском Союзе, я ни одной строчки не мог опубликовать, потому что у меня были резкие... Понятно, все понятно. Все понятно. И вот сейчас все, что я собрал, написал, у меня есть аудитория, и мы открыли ее в Москве. То есть, у вас есть ощущение, что, а все-таки мое время пришло, и мои материалы вот здесь... Наше время, не мое, наше время. Хорошо. Давид, прекрасно. И мы сейчас опубликовали книгу «Рашке. Побег из Собибора». Это уникальная книга, и мы ее сейчас издали в Москве. Где искать ваши книги? Последний вопрос мы ведем к перерыву. Где ваши книги можно найти? Можно ли найти на сайте prahink.org? Наверное, можно. Сделайте там, пожалуйста, линд, сделайте что-нибудь, чтобы у вас... Пока еще до сих пор мы делали, но мы договоримся, да. Все, вы мне обещаете, что наши телезрители смогут найти ваши книги, потому что это интересно. А если вы только работаете для русского телезрителя, это неинтересно. Мы тоже хотим читать. Спасибо. Скажите, пожалуйста, Людмила, вот Давид стал лауреатом. Вы теперь следить будете за ним все время? Это ваш человек стал? Люди, которые получили ваше лауреатство, они ваши теперь? Очень интересный вопрос. Вы знаете, ну то, что они все наши, это абсолютно точно. И мы становимся очень большими друзьями. И кто-то из них работает в фонд Дэйшн, кто-то занимается... Сколько лет уже фонд называет лауреатом? В этом году четвертый раз. Четвертый раз. И вот вы как бы с ними поддерживаете те, которые получили первые 4 года назад? Абсолютно. И работаем по другим направлениям. Сейчас над методикой сталинизма работаем. Давид Зильберман, лауреат литературной премии. Прахин фонд Дэйшн. Большое спасибо. И до новых встреч. Я уверен, что вы будете еще в студии. Спасибо. И сейчас мы начинаем рекламу. Реклама. Все. Изнуряющая летняя жара. Холодные осенние дожди. Красавица зима с перепадами атмосферного настроения. Как защитить себя от жизненных и природных бурь? Найти тень знойным летом. Согреться зимой. Выбери правильный совет и грамотное лечение. Посели весну в своем сердце. Терапевт Евгения Кармазина. Я работаю на эстраде. Способности от мамы, чувства юмора от Одессы. Красивая улыбка от правильных донтистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат. Уже на протяжении 25 лет тысячи довольных пациентов обращаются в Институт глазной хирургии Йофе Смоляк. В один из наиболее профессиональных институтов глазной хирургии. Наша задача – сделать так, чтобы вы видели лучше. Благодаря высокой квалификации и большому опыту в офтальмологии доктора Марк Йофе и Регина Смоляк заслужили безграничное доверие своих пациентов. Позвоните в Институт глазной хирургии Йофе Смоляк сегодня. Йофе Смоляк. Видеть лучше. Так будьте здоровы, живите 120, И чтобы к врачам не пришлось обращаться, А если придется искать к ним дорогу, Вон в центре врачей Кагановских поможут. Чтоб долго в диагнозе не сомневались, Возьмут все, что надо, у вас на анализ. Ей вылечат дворь и любую заразу. Все, кто придет, нужен медикал глазу. Поистине выдающийся специалист по заболеваниям стопы доктор Терм в течение 20 лет практики Разработал уникальный метод реконструкции пальцев ног и стопы, Проводя хирургические вмешательства без скальпеля и боли, С минимальным надрезом на коже, Под рентгенологическим и зонографическим контролем новейшей аппаратуры. Послеоперационный процесс проходит безболезненно. Эффект поразителен. Операции проводятся дважды в неделю, И пациенты уходят домой или на работу сразу после процедуры. Ocean Medical Plaza – золотой ключик к вашему здоровью. Решили поменять профессию или только прибыли в США? Школа EDP предлагает совершенно бесплатные или за гранты курсы английского языка. Здесь проводится ускоренное обучение в дневное и вечернее время По самым востребованным профессиям, В том числе ультрасаунд-сонограмм, Медикал-ассистем, Медикал-биллинг, Хоум-аттендант, Буккипинг и другие. Школа обеспечивает возможность бесплатных занятий И продление пособия по безработице. Времена не выбирают, а жить достойно могут все. Станьте частью нашей семьи. По вопросам размещения рекламы на Артен Звоните 1-800-222-27-86 Добавочный 213 1-800-222-27-86 Добавочный 213 С вами Борис Тенцер и мы продолжаем передачу «Контакт по понедельникам». У нас сегодня разговор идет о уникальном явлении. Среди тех, кто приехал в Америку последние 20 лет, есть семья, семья под названием Прахин. Прахин. Мама Людмила и два ее сына. Как звали? Борис и Михаил. Кстати, я сейчас попрошу вас, наверное, показать фотографию под номером 2. Вчера я имел возможность и удовольствие познакомиться с сыновьями. Вот, пожалуйста, это я по середине с Людмилой, чтобы узнали. А с двух сторон это ваши сыновья. Посмотрите, пожалуйста, Людмила. Слева это кто, Борис или Михаил? Слева Борис, справа Михаил. Значит, вот такая семья. Я как член слими уже стал. За 4 года встреча с Людмилой Прахиной я действительно очень и очень эту семью люблю. Да, спасибо за фотографию. Так вот, я хочу сказать вам, что эта семья, Прахин Foundation, это они создали. Они сделали такой вот фонд, который в память с одной стороны мужа и отца этих сыновей, Авраам, как его звали? Лазарь. Лазарь, прошу прощения. Лазаря, а с другой стороны это поощрение людей, которые вспоминают и хотят рассказать о Колокосте и сталинских репрессиях. Вот такой фонд, Прахин Foundation, память об отце Лазаре, который создала жена и два сына. Каждый год в январе, в конце января проводится встреча, подводятся итоги и называются лауреаты. Только что мы были знакомы, познакомились с Давидом Зильберманом. А сейчас у нас в гостях Анастасия Мельникова и тоже лауреат. Анастасия, приветствую вас. Здравствуйте. В прошлой передаче, каждый раз, когда приходила к нам Людмила Прахина и рассказывала о лауреатах, были люди пожилые, я думаю, честно сказать, которым уже больше 30 и 40 даже. И впервые у нас в студии молодая девушка-студентка. Скажи, пожалуйста, чем это объясняется? Ну, прежде всего, давай, Людмила, скажите вы, что такое? Вы возраст меняете? Да, возраст меняет возраст. К сожалению, лауреатом он бы еще и свой. Вы знаете, мы в этом году впервые вручали премию студентам. Мы учредили специальную студенческую премию по той же тематике, правда, о холокосте и сталинских репрессиях. И Анастасия у нас первый лауреат. Среди студентов вы как бы поощряли, чтобы ребята занимались, интересовались этой темой? Да. И есть такие студенты? Одна сидит рядом. Рядом. Скажите, и тоже много есть. Вот мы разобрались с Давидом Зильброваном о том, что он написал уже пять книг. Вы говорите, что много пришло книг на эту тематику. И студентов тоже много есть? Да. Это мне очень интересно. Студенты тоже присылают свои работы. И даже мне позвонил, звонят и говорят, в этом году мы хотим, чтобы наши ребята были представлены. Вот сейчас у нас на линии должен быть Рабай Хилель Залсман. Раби, вы с нами? Hello? Hello? Нету. Значит, еще сейчас попробуют еще разобрать. Я хотел вот его спросить. Это организация, которая как бы помогает евреям. Вот мне любопытно было его мнение. Будем надеяться, что он сейчас присоединится к нашей передаче. Анастасия, я хочу спросить тебя. Скажи, пожалуйста, ты сделала прекрасную работу, связанную со сталинскими репрессиями. Я видел вчера эту презентацию, эту фотографию. У нас есть несколько фотографий, мы сейчас покажем. Вот, например, сейчас мы попросим номер 3 фотография, гулаговская фотография. Вы ее посмотрите. Скажи, пожалуйста, почему вдруг эта тема пришла в твою жизнь? Вот эта фотография, что это такое? Это строительство? Это лагерь, да? Это лагерь. Это то, что осталось от лагеря. Где это этот лагерь был? Это над городом Магадан. Это в районе Магадана? Да. Понятно. Следующая фотография у нас. Следующая фотография. Это что? Это обувь? Да, это обувь погибших. Это вот фотография не... Как следует не описывает вот эту обувь, а такие кучи были видны до конца горизонта. Это вот так тысячи людей погибло. Мы знаем такие фотографии по концлагерям, фашистским концлагерям, где горы волос, горы обуви. И это нас всегда поражало, я не знаю, вводило в шоковое состояние. А это на территории Советского Союза. Это гулаг. Ну и давайте еще третью фотографию. Это памятник? Нет, это сделали памятник уже люди, которые там проходили. Но это вот маска или это что? Нет, это настоящий череп. Над людьми делали эксперименты. Там же урань... Это вот настоящий череп, который найден исследователем. Да, они исследовали, как урань на мозг реагирует. Урань здесь. И на живых людей вот так вот делали, испытывали такие ужасные вещи. И вот они живые вот так лежали и череп отрубали, так сказать. Скажи, пожалуйста, а вот этот столбик сзади? Это, ну, неопознаваемые же люди, их же вот так убили. И там просто написано имя неизвестно, да? Неизвестно, их даже не хоронили, их просто так кидали в кучу. Тогда скажи мне, Анастасия, как ты восприняла такую фотографию и такую информацию об этом? Ты об этом знала раньше? Нет, ну это постепенно, конечно. Я, знаете, я через отца это все знаю. У меня отец документалист, извините. Документалист, да? Документалист и продюсер. И он постоянно выходит на такие места, где нельзя людям находиться. И он роет, и он старается добиться того, чтобы человечество знало о таких вещах. И я с ним очень часто путешествую. Мы с ним весь мир объездили. О, это очень интересно. Сейчас, одну секунду, у нас на линии сейчас господин Залцман. Алло, вы с нами, Залцман? Раби? Алло, Хилаль? Да-да, я здесь. А, вы здесь, вы здесь. Вы знаете, я, ну, во-первых, я хочу в двух словах представить вас. Это директор, экзекутив директора, ответственный директор организации ХАМА. И организация, которая помогает евреям, живущим в Советском, бывшем в Советском Союзе, в России. Вот сейчас у нас идет передача о Холокосте и сталинских репрессиях. Скажите, пожалуйста, Раби, как много людей, переживших Холокост, вы знаете еще в России? Как столько людей, что? Которые пережили Холокост. Вы помогаете им в России? Нет, я делал в том, что многие, которые пережили Холокост, опять же, их уже нет. Алло? Да-да. Ваша организация ставит перед собой задачу как-то помогать тем людям, которые пережили, вот которые нуждаются сейчас? Мы помогаем, у нас специальная программа, у нас есть благотворительная программа, навещает НАТО всех, всех, которые пережили Холокост. Нет, к сожалению, я вас практически не слышу. В Москве и Московской области люди, которые пережили Холокост, и они нуждаются в помощи, пожалуйста, нам можете позвонить по телефону в Нью-Йорк. И мы передадим нашим коллегам в Москве, и чтобы они могли их разыскать, и чтобы они получили помощь. Скажите, пожалуйста, телефон, я правильно называю, 212-943-96-90, правильно? Точно. По этому телефону люди, которые нуждаются, если есть родственники здесь в Америке, и они знают, что кто-то нуждается в Москве, в Московской области, которые пережили Холокост, и даже не пережили Холокост, могут позвонить по этому телефону, и будут взяты координаты московские, и этим людям помогут. Это правильно? Совершенно верно. Совершенно верно. И еще один вопрос у меня к вам. Я знаю о том, что вы собираете делать... Сейчас у нас в студии молодая девушка Анастасия Мельникова, которая занимается вопросами Сталина. Мы говорим о сталинизме, о Холокосте. Скажите, пожалуйста, я знаю, что вы стараетесь, ваша организация старается, ну, больше как бы рассказать об иудаизме молодежи. Я верно говорю? Точно. Точно. Все попадает. Так вот, я знаю, что у вас в феврале, я уже об этом говорил в эфире, у вас в феврале будет, будет, как бы, такой праздник, я не знаю, встреча субботы, шабатон вы его называете, или как-то еще, я не знаю. У меня называется шабатон, английский викинг ретри. Весь, и, скажите... На викинг. Да, люди могут приехать с семьей? Точно, конечно. Это у нас будет в Стэнфорде, Коннептик, Стэнфорд Плазмотел, с 18 по 20 февраля в праздник викинг. И мы организуем шабатон, просто показать... Сколько людей будет выступать, как бы, лекторов приглашенных, сколько людей будет, как бы, рассказывать, отвечать на вопросы, пытаться что-то такое новое принести? Я скажу, выступающих будет слишком много, вы знаете, люди не хотят слушать, но у нас будет очень интересный выступающий, будет и известный психолог Юлис Блум, она будет говорить о любви и интимности, воспитании детей. Понятно. С еврейской традицией. Хорошая традиция. У нас будет Катя Копельника, может, вы слышали, Барт, она певец, она поет, певица, и она сочиняет. У нас будет очень интересный Хедва Федерман, она инвестигейтор. Хорошо, скажите, пожалуйста, по этому же телефону можно узнать более подробно? Да, совершенно верно. Я повторяю телефон, 212-943-9690, это телефон и для того, чтобы помочь людям, которые живут сегодня в Москве, Московской области, нуждаются, страдают и переживают из-за того, что у них не хватает на еду, и вы готовы помочь, надо только позвонить, чтобы кто-то, родственники или знакомые позвонили здесь в Америке. И тем, кто хотел бы больше узнать о еврейской традиции и истории, и побывать на вашем шабатоне, тоже по этому телефону. Все верно? Совершенно верно. Это будет очень интересно. Хорошо. Спасибо большое, Раби. Спасибо большое. У нас был на телефоне Хилель Залсман. Хама. Так вот, Анастасия, мы, я прошу прощения, с одной стороны мы как бы прервались, а с другой стороны это все как бы часть вот этого. Потому что эта организация, Хама, она помогает тем людям, которые прошли через Холокост, прошли через Сталинские респрессии, остались одни, остались несчастные, никому не нужные, заброшенные. Скажи, пожалуйста, ты с отцом путешествуешь, ты делаешь, вот это что, это книга, что вы сделали? За что вы получили премию? Я получила премию за то, что я в этом очень много участвую. Я будущий журналист, я сейчас в университете учусь. Это во Флориде, да? Да, во Флориде. И я как губка, я сейчас к этому всему, знаете, готовлюсь, чтобы вот это все рассказать людям, чтобы такого больше никогда не произошло. А чтобы этого не произошло, надо знать, с чего это началось, почему это делалось. И люди должны быть проинформированы. А для этого надо все это знать. И я это очень сильно хочу достичь. Я отцу очень много помогаю с этим, я перевожу эти документы, я ему помогаю находить. То есть это началось, я понимаю, так, что отцу нужен был помощник. И дочь как бы помогала, помогала и сама в это втянулась. Я правильно говорю? Да. Скажи, пожалуйста, вот почему отец этим занялся? Ну, отец у меня, он тоже в такой ситуации был, не очень приятный. И он вот эти фотографии снял, когда этого еще нельзя было туда заходить, в этот... В архивы? Да. И он просто, он тоже хочет людям это все показать. И он это все пережил, он сам через это много прошел. А, он прошел через это. Ты знаешь историю жизни твоего отца? Немного. Он меня старается в это сильно не... Много не рассказывать? Да. Почему? Он тебя бережет, твою нервную систему? Наверное. Ну, действительно, это такое видеть, такое слышать, это... Да, это я, он это все своим глазами видела. Я только на фотографиях вот ГУЛАГ видела. И я представить не могу, как это видеть вот эти погибшие люди, вот эти черепа, вот эти ботинки. Это же ужас какой-то. Скажи, пожалуйста, ты студентка, окружают тебя тоже молодые люди твоего возраста, твоих интересов. Им это интересно? Ты кому-то это рассказываешь, и они как-то проявляют интерес к этому? Знаете, многие люди просто о таком не знают. Они вот знают Холокост, и все, и они даже не знают, почему это произошло. А когда я им рассказываю на нашем молодежном языке, так сказать, им в это не верится, знаете. Вот люди просто не могут верить, что такое произошло, что люди на такое способны. Но в конечном итоге они верят, или они по-прежнему остаются с недоверием? Нет, они верят. Потому что я доказываю это фотографиями. У меня в школе, у меня потрясающая школа, и мы очень часто вот такие показы делаем, и фотографии, и рассказы. Я очень часто в этом участвую. И я про сталинскую эру рассказываю, и про Холокост, и все, что... Вот я недавно ездила в Тибет. Тибет тоже, в принципе, под опрессией, но не настолько, что их прям перебивают всех, но тоже они очень сильно страдают. И я недавно делала на это рассказ в школе. И надо людям же это все рассказывать. Надо же, чтобы они знали. А то как потом? Скажи, пожалуйста, от того, что ты узнаешь вот такие вот стороны как бы жизни, тебе от этого не становится грустнее жить на земле? Конечно, становится. Но мы же будущее, нам это все предотвратить надо. Если глаза закрыты и представишь, что ничего этого нет, то... И ты веришь в то, что это можно предотвратить, как ты сказала? Да, я в это верю. Я очень в это верю. Хорошо. Что думает Людмила Прахина о своей премии? Вы тоже предотвращаете? Ну, Анастасия так хорошо рассказала об этом, что я уверена, что мы учредили премию абсолютно правильно. В смысле, выбрав ее? А были ли еще какие-то другие варианты? Не потому, что выбрав ее... А правильно, что мы учредили студенческую премию по этой тематике. Потому как, ну, с кем работать, как ни со студентами, кто не так доходчиво может разговаривать, как Анастасия сказала, на своем языке, молодежном, если не сами студенты. Между собой, да? Между собой. Вы понимаете, очень хорошо, когда пожилые об этом пишут, это просто исключительно. Но пожилые уходят, к сожалению. Так мир устроен. Поэтому мы даже через молодежь все передавать. И учить молодежь. На примере прошлого. Да. Видели остальные... Скажите, Анастасия, а как вы узнали, как ты узнала, как ты с отцом узнали об этой организации, о Пракин Фондейшн? Как это пришла информация? Через отца. Отец. Да, у меня отец очень во всем увлекается. Он, ну, не увлекается, я уж извиняюсь за русский, я давно уже не общаюсь. Но он очень этим интересуется, и он все это узнает. И он тоже хочет мир поменять. Через меня, сам. Я должен тебе сказать, что ты меня уже заинтриговала своим отцом. И когда... Я знаю, что вы живете во Флориде. Да. И когда будет возможность, чтобы ты и отец были гостями, пришли ко мне в студию на контакт по понедельникам, я буду очень благодарен. Я надеюсь, что мы будем на связи. И ты считаешь, что уже убедила меня, что твой отец... И это очень приятно слышать, когда дочь говорит так об отце. Скажи, пожалуйста, ну вот, каков следующий проект? Что дальше? Все постепенно. Надо все постепенно делать. Я пока еще учусь, как я сказала. Я много чего не могу сделать с тем, что у меня есть. Я сейчас продолжаю учиться. У меня две... Два факультета, журналистика и культуры разных стран. И пока я как студентка только делаю. Я езжу вот к Прахинам по университетам. Я вот сейчас в Японию, если у меня поездка в Японию, я там. Прости, пожалуйста, это фонд Прахина тебя финансирует на поездку? Нет. Я иронизирую. Я была бы рада. Потому что я знаю, что все, что делает семья Прахина, она делает из своего бюджета. Из бюджета двух сыновей. Слава богу, они как бы устроены. Но действительно подвижничество ваше вызывает восхищение, Людмила. Да, так вот, Япония. А что в Токио у нас? Я туда учиться еду, в принципе. Но программы, которые мне оплачивают эту поездку, они видели, что я в своем университете делаю. И они заинтересовались. Скажут, можете нам что-то наподобие такого сделать? Наподобие чего? Ну, вот, показать людям мир. То, что ты видела? Да. И в Японии я это тоже буду показывать. И когда вернусь, я буду показывать. И ты будешь показывать о сталинских репрессиях тоже? Я много, я не только сталинских репрессиях интересуюсь. Я обо всем этом интересуюсь. То есть, человечество нельзя так убивать, понимаете? И сейчас я больше знаю о сталинской репрессии. А постепенно я хочу по большей мере узнать. То есть, права человека? Да. Хумен Райт? Это вот то, что волнует тебя и твоего отца? Да. Понятно. Людмила Прахина. Прахин Фондейшн. Вы кто? Вы человек или вы Фондейшн? Вот скажите, пожалуйста. В двух лицах. Вы когда последнее нормально спали? Вы знаете, наверное, сегодня. А первый раз? Вот вчера прошло, вы пришли и лили спать. Это точно. Анастасия свидетель. У вас много работы перед годовым отчетом и присуждением премии, да? Работы очень много. И работы, и волнение. А бывают у вас моменты, когда вы думаете, слушай, зачем мне все это надо? Вы знаете, редко, но бывает, честно сказать. Не когда устаешь, а когда иногда встречаешь какое-то безразличие со стороны очень, казалось бы, интересных людей, профессоров университетов, с которыми я работаю. С лидерами очень крупных организаций, с говерментов, до которых тоже бывает порой не достучаться. И когда там задают вопрос, вот зачем это? И знаете, мне так портится настроение. Ну, так вы для этого и существуете, чтобы объяснить, зачем? Абсолютно правильно. Почему же у вас за новость портится настроение? Ну, не знаю, вот я когда выхожу, закрываю такой дверь, вот как-то такой осадок, думаю, но если вы не понимаете на таком уровне, как можно объяснить просто... А, уровень, уровень ни о чем не говорит. Кресло еще не определяет уму. А потом я как-то, у меня включается второе дыхание, и все. Все прекрасно. Вы знаете, что меня удивило? Неприятно удивило. Вот сейчас наверняка нас смотрят люди, которые состоят в различных холокост-организациях русскоязычных. Здесь, в Нью-Йорке, в других городах есть организация, объединяющая холокостников. Ни одной русскоязычной организации я не видел вчера в зале. Были русскоязычные люди, это каким-то образом знавшие, пришли на эту встречу, но больше выступавшие, это были люди на английском языке, американцы. В зале сидели представители многих организаций американских, пресса американская. В чем дело? Вы игнорируете русских? Нет, ни в коем случае. Я с русских начинала. Ну, так почему в зале не было представителей различных организаций холокост на русском языке? Наверное, потому что я впервые, наверное, объединила холокост и сталинские репрессии. И вначале было много таких негативных писем. Зачем вы это сделали? Да, хотя теперь я смотрю, даже пишут книги Гитлера и Сталин. То есть, как бы, это уже входит, это понятие в жизнь. И нельзя делить трагедию холокост отдельно, сталинские репрессии отдельно. Какая разница человеку, от чего он погиб? Или Гитлер его убил, или сталинские репрессии его сгноили. И уже очень многие понимают, вот вы видели вчера в зале. Да, так почему же не было русских представителей русскоязычных организаций? Ну, вот русскоязычная, как-то вот к этому видно. Это ваша недоработка, или как бы, я не знаю, они не откликнулись, или что? Вы знаете, я одинаково посылаю приглашения и письма, и для спикеров. Ну, я не хочу здесь что-то называть. Фамилии пока не будем называть, да. Да, не будем. И во время года я начинаю вот буквально с завтрашнего дня опять готовиться к следующему году. И кто откликается, тот откликается. Тот, тот, скажи, пожалуйста, Анастасия, сталинские репрессии. А вот что с холокостом, ты знаешь об этом? Да. Это тебя волнует? Конечно. Что тут такое снимаете, делаете, есть какие-то мысли? Ну, отец в этом еще сильно не участвовал, как... А он твой поводырь, я понимаю. Он, да, он мне очень много помогает, потому что, знаете, чтобы мне ответили, мне 22 года. Люди некоторые меня всерьез не принимают, потому что думают, молодая, что ты можешь сделать, что ты можешь сказать. А вот он мне помогает с этим, и я немецкий знаю, я наполовину немка, у меня мама немка. И в Германию вот я тоже собираюсь ехать, у меня там родственники живут. И я тоже самое, я хочу показать людям, потому что там тоже же по-другому к этому относятся. Ты немка, ты русская, ты интересуешься, как бы, человеческой свободой и правом жизни. А кем ты себя вообще считаешь? Студентка. Студентка? Я еще студентка. Это такая национальность, это такое... Что это такое? Кто ты? Знаете, меня кто-то в Тибете назвал интернациональная девочка, вот мне это нравится. Интернациональная девочка, космополитка. За это свое... Мы все люди, все одинаковые люди. Все одинаковые люди. Хорошо, а кто по национальности твой отец? Американец. Американец. Да. А корни какие у него? Русские. Русские. Да. Русские корни, у тебя немецкие корни и так далее. Ну что же, это очень интересно. К сожалению, у нас передача такая короткая, что мы не успеваем все охватить. Но, значит, все получили приглашение. Ты со своим отцом. Welcome. Добро пожаловать на передачу. Я надеюсь, что мы более подробно уже тогда поговорим о том интересе, который проявляет ваша семья и Холокосту, и к сталинскими песням, и вообще к миру и праву человека жить, как он желает. Я правильно говорю? Да. Людмила Прахина получила приглашение прийти сюда со своими детьми. Потому что фонд Прахина – это уникальное, интересное явление. Я вам очень и очень признателен. Вы мне заставили задуматься, а может быть, и я мог бы что-нибудь такое сделать? Или мы с друзьями могли бы что-то такое сделать? Как мы могли бы помочь? То есть ваш пример – это тот пример, который помогает нам думать в будущее. И ты тоже, Анастасия. Значит, я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы пришли. Большое спасибо за то, что ты делаешь. И ты… 22 года – это не так уж молодо. Это уже возраст, когда можно и отвечать, и брать на себя ответственность. Людмила, за то, что вы делаете такую работу, за такое подвижничество. Ложитесь сегодня спать нормально, выспитесь. Потому что завтра вы начинаете рассылать письма, и все начинаете звучать. Абсолютно, абсолютно. И это удивительно и прекрасно. Хорошо. Огромное вам спасибо за то, что сегодня вы были в студию. Понедельник, начало недели. И хорошей вам недели. И вам, уважаемые телезрители, как всегда, я тоже признателен за то, что этот день, это утро, вы провели с передачей «Контакт по понедельникам», которую для вас вел Борис Тенцер. До новых встреч по понедельникам. Субтитры создавал DimaTorzok